Парковки стали бесплатными с 26 августа, когда 3-й апелляционный административный суд признал решение горисполкома номер 512 недействительным. Борьба за справедливость началась еще в декабре 2019 года. Мы просто хотим, чтобы местная влада поддержала процедур при вызначении того, как брать, сколько брать за парковки и куда главнейшие эти деньги идут. А процедура предполагает публикацию и обсуждение проекта решения про установление тарифа и прозрачную систему его расчета. Непонятно, из чего состоят расчеты, из которых цена в парковке 10-15 гривен. На обсуждение и внесение предложений закон отводит месяц. Причем в случае отказа принять правки предусмотрено обязательное объяснение причины отказа. Однако все эти этапы чиновники горсовета проигнорировали. Единственный вариант, чтобы как-то запустить процесс заново, чтобы у нас эти деньги шли в городской бюджет, чтобы у нас не было злоупотребления, скажем так, мы увидели в формате отмены изначального решения и запуска всей процедуры сначала, чтобы пояснили, как формируется тариф, пояснили, почему такой налог и так далее. Придется пояснять по каждой парковке ситуацию. Не то, что мы в общем решили на 300 парковок города сделать вот такую вот цену. Нет, так уже не получится, потому что у нас должен быть расчет тарифа аналогичный, как по маршруту. В мае 2020 года суд первой инстанции отказал активистам в удовлетворении иска. Пришлось подавать апелляцию. И после 9 месяцев противостояния решение номер 512 наконец-то отменили. Визнати против правильным и нечинным решение выполнения комитета Дніпровской миссии района номер 512 от 11 октября 2011 года про затверждение тарифов, вартостей послуг паркования и решения выполнения комитета Дніпровской миссии района, которыми уносились изменения и выполненные решения номер 512. Фактически тариф на парковку скасованный. В сьогодні, с этого момента парковки в местве Дніпрі є безкоштовными по парк сервис группы. Фактично, якщо рішення – акт нормативний, скасованный, на підставі якого було вчинено певні майнові дії, то фактично люди мають право на компенсацию. В день оглашення решения суда на сайте Горсовета Дніпра появилась новость с пометкой «Фейк». В ней говорилось, что парковки в городе платные. Правда, к вечеру она исчезла. А на следующий день опубликовали проект нового решения об утверждении тарифов на услуги парковки. Во время его рассмотрения на сессии Горсовета 2 сентября разгорелись жаркие дебаты. Львиная доля уходит мимо городского бюджета, а это деньги наших налогоплательщиков. И я хочу поддержать Загида Геннадьевича по поводу того, я тоже прошу, поддержу вот это внесение изменения, до тех пор, пока не будет проведено общественное слушание, в соответствии со всеми нормативами, пока не будет утверждено положение о парковочном сборе, как это взымается, как штрафы, кто, что, как это делается и так далее. А зарплату с чего платите? Вы предлагаете ноль. Так что, расформировать весь целый организацию, выгнать людей на это время. А кто будет платить за электроэнергию на том же банкомате и сделать Шанхай на несколько месяцев? Тем не менее, большинство депутатов проголосовали за новое решение. Поэтому, несмотря на постановление суда, парковки в Днепре снова стали платными. Единственное изменение – стоимость парковки снизили с 15 до 10 гривен в час.